Друзья, всем-всем привет! Я дома. Мы дома. Съездили, можно сказать, заздря. Вову вернули назад. Здесь доктор, видно, плохо посмотрел результаты анализов и какой-то там анализ, в общем, плохой. Он глянул, что, наверное, гемоглобин хороший, а остальные, наверное, не посмотрел. Там целый список антиханализов. Ну, в общем, мы же этого всего не знали. Все, он дал добро. Едьте, все, проходите. Мы приехали. Вначале там человек 30 уже стояло. Вначале здесь их принимают. Ну, с документами заходишь, они все вносят, взвешивают, вносят в базу, взвешивают человека. Потом все эти документы передают на пост. И кто на посту сидит, поднимает на второй этаж с этими документами. Там второй пост. Второй пост она передает. Второй пост там смотрят. Все анализы? Не все. Там моча, кровь, там не знаю, что это. ЭКГ. Ну, смотрят. Все, не все. Все. Все нормально. И называют номер палаты. Вот вам палата номер два на первый этаж. Идите. И там, как сказать, ожидайте, пока освободится место. Ну, мы спустились, а пошли в эту палату. Мужчина лежит себе, отдыхает, говорит, я только уеду часа через четыре. Вот. Мы, представьте, ночь проехали в автобусе. Девять часов. С дороги. Не емши. Не пивши. Сесть, лечь некуда. Стоит такая табуреточка небольшая. Но я с собой его еды оставляю всегда. Я взяла ему воды. И говорю, ну, сиди на этой табуреточке, а мне-то нельзя там больше находиться. Вот я его определила, все. Ожидаю, когда освободится кровать. Стоит это самое. Ну, займешь тогда ее. Время, наверное, было 10 часов. 10 часов, наверное, 11. В общем, я оставила его и уехала. Уехала туда до Вани. Билет я себе сразу купила, как только мы приехали в Новосибирск на автовокзал. Я сразу купила билет себе на обратный путь. Потому что дело к праздникам, выходные, уже дополнительный автобус был. Билеты на расхват. И, как сказать, я побоялась, что я не возьму. Ну, не смогу взять билет. Ну и все. К Ване уехали. У меня на обратный путь билет был без пяти четыре. 15.55. Вова звонит где-то в начале, наверное, без пятнадцати, наверное, час, что меня не приняли. Отправляет домой. Я говорю, почему? Все, какая-то кровь. В общем, плохая кровь какая-то. Там заставили пересдать. Врач потом, вот я его оставила, да. Обычно врач с утра там вызывает к себе. Смотрит документы. Если кровь какая-то плохая или что, они пересдают. Тут проверяют. В этот день поздно все это начали делать. В общем, вызвали его. Она посмотрела, что какой-то анализ крови плохой. Сказала, давайте мы сейчас, вы сейчас пересдайте. Через полчаса она будет готова. Если анализ будет хороший, я вас оставлю. Если анализ плохой, вы едете домой. Ну, он пересдал. Подождал полчаса. Анализ плохой. Он говорит, ну как так, нас доктор послал, посмотрел, что можно ехать на химию, что все хорошо у вас. Она говорит, значит, плохо посмотрел. Плохо смотрел, что вот так вот не досмотрел. В общем, он звонит, что это меня выписали. Езжай домой. Поднимаю вот все эти анализы, чтобы все были в норме. Дала номер телефона. Потом созванивайтесь с нами, и мы вам назначим дату. Ой, ну и все, Ваня за ним поехал. Пока приехали назад. Время уже где-то, наверное, без пятнадцати два. А билета у него нет на руках. У меня-то есть, а у него-то нет. И мы не знаем, возьмем его или не возьмем. Потому что очень много народу едет в эти дни. Ну, собрались, поехали на автовокзал. Сразу же. Я бегом, бегом-бегом в кассу. Говорю. Билеты до Купина есть? Она говорит, нету. Я говорю. Ну, я показала свой билет. Говорю, ну, может, на вот этот автобус есть билеты? Она говорит, ну, сейчас посмотрю. Ну, говорит, что нету. Сейчас посмотрю. Ну, включила там, смотрит. Говорит, один. Один. Есть сорок первое место. В самом заду. Я говорю. Ой, да хоть какое. Лишь бы это. Был билет. И чтобы нам в одном автобусе ехать. Слава Богу. В общем, один билет последний я забрала. Как это еще так повезло? У меня шестое место. У него сорок первое. Народу много. Ну, со мной мужчина сидел. Я его спросила. Говорю, может, поменяемся? У меня муж там на сорок первом. Он говорит, нет. Я это. Ну, сам болею. После операции какой-то. В общем. Ну, нет. А с Вовой сидела женщина. Моих лет, наверное. И Вова ей предложил поменяться. Что она на мое место, на шестое. А я пойду туда на сорок второе рядышком ее место. Ну, все. Женщина, конечно, с удовольствием поменялась. И все. Я ушла туда, а женщина сюда. Но, как сказать, места там неплохие. Там сидеть удобно. Там широкое расстояние между сиденьями. Можно ноги маленечко вот так вот даже вытянуть. Но факт тот, что народу много. Душно очень в автобусе. Душно. В общем, мы там обливались этим потом. Не знаю. Я уже вся вот так сижу. Я не могу. Я вся мокрая. Дышать нечем. Остановки редко. Когда с города выезжали часа два с половиной, мы не могли выехать с города. Потому что все люди едут или на дачи, или куда. Выходные, пробки страшные. В общем, с большим опозданием мы приехали домой. Приехали на вокзал в Купино. В общем, наверное, где-то к полтретьего, наверное, мы приехали. Или в начале. Или минут двадцать третьего ночи. А должны были приехать. Минут пять второго. Ну, таксисту у меня был номер телефона. Я позвонила. Он уже ожидал нас, таксист. Сели, приехали. В общем, около трех часов только и не спать. Такой дождик поросил небольшой. Но он не разошелся. Ничего. В общем, ничего он тут не промочил нам. Так что мы приехали назад. Теперь после праздника нужно опять ехать к доктору, чтобы опять назначил лечение. Ну, поднимать вот эту кровь там или что-то еще там. Там я же не соображаю. Там целый список всего. Вот. В общем, и в Карасук надо ехать уже на той неделе. Мы там, мы же ездили, делали КТ легких. И через семь рабочих дней, сказали, будет готов результат. Ну, это на той неделе, наверное, как раз. В общем, устали, устали до тех пор, устали. Я сижу, в оба сидит, я не живой. Я сижу, ой, у меня болят ноги. У меня коленки занемели. У меня вот здесь сталь забедрительной суставы все отказали. Я уже и вот так вот. Я уже и вот так на бок. Я уже так привстану. Ну, всяко. А встать, чтобы постоять, нельзя в автобусе. Сразу замечание делают. Ну, мало ли, что затормливать, а упаду или еще что-нибудь. Ой, как мы мучились. Как мы мучились. Там с больными ногами вообще ездить невозможно. Ой, ой, как мы притянулись. Так вот сегодня я сходила на почту и обратно. У меня так болят ноги. Это вообще я иду как на протезах. Они еще у меня не отошли. Очень тяжелая дорога и напрасная. Восемнадцать часов мы в дороге. Туда ночь. Обратно целый день и ночь захватили. Не целый день, а без пяти. Четыре. И захватили ночь. И, как сказать, устали. Это просто ужас. Вот. Вот как вот так вот. Мы же не рядом живем. Ну, как вы смотрите? Невнимательно. Как будто я так вот. Мы вышли из огорода и в больницу пришли. Это все поездки. Это все тяжело. И не емши, и не пимши, и не спамши. Ой, это вообще. Домой приехал, говорю, господи, неужели я в своей деревне? Неужели я дома? Какой кошмар. Говорю, как люди живут в городе? Ну, это же ужас. Машины туда-сюда. Тополинный пух забивает все лицо. Вот там, наверное, одни тополя, что ли. Вот все летит, все в лицо. Жара поднялась страшная. Душно, жарко, пыльно. Машины гудят. Я говорю, боже мой, да как же здесь люди живут-то? Как можно вообще в городе жить в таком? Домой приехал. Ой, как хорошо в нашей деревне. Какая красота. Тишина. Не знаю, готова была на коленке упасть и землю целовать свою во дворе. Говорю, господи, ну это же ужасно. Это просто ужасно. Приехали. Вот ты как вспомнишь, что опять вот эти все поездки, у меня волоса дыну. Как вот это все перенести? Чтоб жары такой не было. Попали в саму жару. Ну и все. И сегодня у меня ни дела, ни работы. Ничего и не варится, ничего и не жарится. И вот так вот. Я не могу в себя еще прийти. Во вообще лежит целый день. Пойдет, вот покурит и опять лежит. Как сказать, ему и так тяжело. Тут еще такие эти поездки вот эти тяжелые. В огороди с утра приехали. С утра пошла в огород. Кажется, все такое хорошее с утра. Еще так дождик проморосил. Кажется, такое все хорошее. Днем пошла. Ой, глаза не смотрят. Все бледное. Все никакое. Купила в магазине там, пока Вова там еще, кажется, я до автобуса у меня время было. Я говорю, внуча, пойдем хоть в вашу пятерочку сходим. И я купила там семечек. Сырых. Серых. Черных не было, серых. Ну, буквально так, жменечку взяла. Так вот, сегодня рассадила семечек. Вова говорит, зачем они ей нужны? Я говорю. Ну, вот мне нравится, когда цветут подсолнуки. Они такие шляпами, такими красивыми. Ну, говорю, воробьев нет, укревать некому. Говорю, может быть, что она растет и это. Ну, пошел. Друзья, давайте испечем пирог. Булочки я пекла, увезла все на город. Дома ничего у меня нет к чаю. Я нашла такой рецептик простой. Все смешал и готово. Два яйца. Сюда. Щепоточку соли. Сейчас все вначале закидаю сюда. Так, 8 ложек молока. 8 ложек масла подсолнечного. Без запаха. 150 грамм. Смотря какая ягода. Если кислая, можно 200 грамм. У меня вот земляника лесная. Я 150 грамм сахара. Сюда. Так. 240 грамм муки. Сюда в муку. Я сейчас сделала разрыхлитель свежий. Чайную ложечку. Сейчас хорошо перемешаю. Вот так вот чайную ложечку. Еще чуть-чуть. Вот так вот. И перемешаю. Чтобы мука у меня была готова. Так. Вот это все взбиваю. Здесь не надо венчиком взбивать. Все так взбиваю. Духовку включила на 180 градусов. Так. Сюда муку. Он сразу, как сказать, делается. Пирог этот. Вот так вот перемешаю. Чтобы не было тут комочков. И сейчас сюда же я засыплю ягоды. Ягоды. Вот я их наготовила. Вот они. Земляника моя. Так. Где у меня крахмал? Я посыплю их крахмалом. А не мороженое у меня. Перемешаю. Ложкой. И сюда их в тесто. И вмешиваю. И все. Все у нас готово. Осталось я в форму. Все это дело вылить. И выпекать. Форму я взяла вот такую. Что-то я решила вот такую. Никогда я не пользуюсь. Стеклян. Форму я смазала маслом. Перелила сюда тесто. И бока смазала. И все. Я ставлю на 180 градусов. Ну и буду смотреть. Шпажкой проверять. До готовности. Пирог испекся. Я его поставила. Минут 10 постоял. Сейчас я лопаткой. Вот так вот. Его маленько отделить. Наверное надо. А может он отстанет. Что-то мне кажется, что он отстанет. Попробую его перевернуть. Так. Сказал бедняк. Вот так. О, горячий все-таки. Он еще горячий. Ну, буду резать горячий. Вот на своем разрыхлителе. Посмотрите, какой он высокий. Он прям так хорошо поднимается. Ну, посмотрим, что внутри. Я шпажкой протыкала. Вроде бы пропекся. Так. Режу. Проверяем, что тут. Что тут? Да как тут. О, пахнет ягодами. О, друзья, смотрите, какой он пористый. Он цветом, видите, какой. Это цвет ягод он приобрел. Пористый. Вижу, что пропекся. Попробовать. Хоть и горячий, но буду пробовать. Вот такой он. И мне кажется, он такой вкусный. Объедение. Ой, сейчас будем с чаем пить. Вкуснятина. Нигде ничего не подгорел. Весь такой в дырочку. Замечательный пирог. Можно руками взять. Какой вкусный пирог. Сейчас нагреем чаю. Ну, и вот здесь вот так на разрезе. Быстро все смешал. Форму вылил. И все, и пирог готов. Пирог вкусный. Быстрый. Вообще замечательный. Его можно присыпать сахарной пудрой. А у меня пудра закончилась. Я что-то не обратила внимания, что у меня ее нет. А присыпать ее тогда вообще он такой нарядный получается. Сейчас поставим вот чайник. Закипит. И будем пить чай. Друзья мои, всем спасибо за добрые пожелания. Столько много добрых пожеланий. Я всем-всем очень-очень благодарна. И хочу вас поздравить с наступающей троицей. Всем желаю главное здоровья. Здоровья и всего хорошего. На этом я буду с вами прощаться. И всем пока-пока.